Детский показ Никому доказать я не могу Что у меня лучший друг Озорник и чудак До луны летать мостах Это так, я не вру Там, где никогда никто не гулял Там мы с другом идем Там можем летать И нас не поймать Когда мы вдвоем Почему же никто Мне не верит все равно Это ты сочини Ведь летать, как в кино Человеку не дано Каждый мне говорил Там, где никогда никто не гулял Мы с другом идем Там можем летать И нас не поймать Когда мы вдвоем Крепер Звучит музыка. Они думают, что им все сойдет с урок, любой бред. У них одна задача, продать побольше номеров. Все. Не уловили. Знаем мы эти сказки. Летающий бочонок. Обычная газетная... Малыш, пальто. Ай-ка. Сейчас мне пора. Мне нужно еще... Кое-что купить. Для моего фирменного. Бесноха. Соуса. Просто ужас какой-то. Бедный Карлсон. Ну почему его не могут оставить в покое? Ведь он никому ничего плохого не делает. Живет себе в своем домике на крыше и летает взад-вперед. Разве он в чем-то виноват? Нет. Верно. Это спокойствие? Только спокойствие. Карлсон! Ну где же ты? Ты? Привет, малыш. Привет, Карлсон! Вот он. Малыш, ты, наверное, думаешь, что это будильник, а не колокольчик? Прости, Карлсон, я не знал, что ты спишь. Вот бы и узнал, прежде чем презвонить, как пожарная машина. Карлсон, погляди на первую страницу. Малыш, я не хочу приедать на первую страницу. Вот, и погляди, ну, Карлсон, ну, пожалуйста. Давай, давай, давай. Ба! Хе-хе! Пароход перевернулся. Пустяки делаешь действие. Карлсон! Ну ты же читаешь газету вверх ногами. Ты только послушай. Странный, неопознанный объект летает над Стокгольмом. Есть подозрение, что это шпион иностранной разведки. Шпион иностранной разведки. Очевидцы сообщают, что видели нельный летающий предмет, похожий на пивной бочонок. Кто поймает этот таинственный жужжащий предмет, получит... Получит 10 тысяч крон. Ты слышишь? Карлсон! Можно считать, что спутник шпион уже поймал. Малыш, ты знаешь, кто лучший в мире охотник на спутнике шпионы? Нет. Вот он, скрозный Карлсон. И никому не скрыться, когда я лечу со своим большим плащом. Карлсон, что ты задумал? Ну если спутник шпион кружится где-то здесь, я наверняка поймаю его до вечера. Карлсон! Кстати, малыш, а у тебя есть чемодан. Чемодан, чтобы нам унести 10 тысяч крон. Карлсон, ты разве не понял, что летающий пивной бочонок... Да, это ты! Они на тебя охотятся, теперь ты понял? Пивной бочонок? Пивной бочонок? Малыш, ты что меня обзываешь, а? Малыш, ты уже забыл, что я самый красивый и в меру убитанный мужчина в самом расцвете сил? Ты забыл, да? Карлсон, конечно, это так. Но я же не виноват, что они так пишут в газете. Ну уж если я бочонок, то по крайней мере самый лучший бочонок, который стоит 10 тысяч крон. Ты понял, да? Да, Карлсон, ты стоишь 10 тысяч крон. Думаю, молотку стоит так дорого. Да никто в мире. Вот, например, такой глупый мальчишка, как ты, или как ты, стоит не больше 100 крон. А вот видит Карлсон, который стоит 10 тысяч крон. Да, Карлсон, тебе никто ничего не может сделать за то, что ты... Это ты! Да, видите, я один такой милый и в меру убитанный мужчина в самом расцвете сил. Да чего ж я милый, а? Именно поэтому мы сейчас с тобой во что-нибудь поиграем. Во что, Карлсон? Так, а дома кто-то есть? Мама и сестра уехали к бабушке, а папа в командировке. Карлсон, а отгадай, на чем попеченье остался я? На попеченье лучшего в мире попечителя. Это ты о себе как? А ты знаешь другого лучшего в мире попечителя? Дом правительницы Фрэкенбок! Фрэкен-чпок! О, Карлсон! Фрэкен-чпок! 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 И дядюшка Юлю приезжает. И у него такой тяжелый характер. Уж не знаю, как я с ними двумя справлюсь. Фрэкен-чпок! Фрэкен-чпок! Ты малыш! Да! Фрэкен-чпок! Фрэкен-чпок! Не знаю. Давай узнаем. Давай. Давай, малыш. Малыш, я его съем. Нет. Малыш, не надо, не отговаривай меня. Пусть мне будет хуже. Нет, Карлсон, давай поделим этот персик. Малыш, ну хорошо, давай поделим этот персик. Вот тебе пакетик, а мне персик. Учти, уступаю тебе самую лучшую часть. С пакетиком можно сделать уйму всего интересного. Карлсон. Что? Давай поделим персик. А пакет ты можешь оставить себе. Нет, малыш, ну так его прожорливого мальчишку, как ты, надо еще поискать. Ну если ты настаиваешь, давай. Я сбегаю за ножом. Давай. Давай. А он будет здесь. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, приедем. Опа, давай, сюда. Тащи, 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 тащи. О, смотри, как. Это тебе. Ну все, иди давай. Иди, иди. Иди. На свое место. Надо помочь. Так, давай. Я все. Пойдем, пойдем. Тащи, тащи. А, даль, что, не я. А, знаю. Стоит. Спасибо. Карлсон? Да? А что ты делаешь? Я ничего не делаю. Нет, малыш, я делю персик. Учти, я уступаю тебе самую лучшую часть. Малыш, вот тебе. Косточка. Ты сможешь посадить ее в землю, и у тебя вырастет целое дерево, на котором он будет видимо-невидимо персиком. Учти, каждый мужчина должен посадить дерево. Так, ты мужчина? Мужчина? Понятно. А ты мужчина? Мужчина? Ты посадил? Нет. Ну вот, малыш, согласись, что я самый добрый в мире. И нисколько не сердюсь на тебя, хотя мне достался один маленький жалкий персик. Карлсон! Малыш, я настолько добрый, что даже помогу тебе посадить его в землю. Малыш, сейчас ты увидишь самый большой в мире плюх. Карлсон! К-к-к-карлсон! Малыш, ты только подумай, вырасти целое дерево, и когда тебе будет 50, ты сможешь каждому, 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 каждому дать по персику. Ты представляешь, как они будут счастливы. А? Да. Это был любимый цветок моей мамы. Ну вот что я теперь ей скажу? Нет, это цветок моей мамы. Малыш, это пустяки, дело даже детское. Косточка. Ну скажи ей что-нибудь хорошее. Расти. Ну, ты скажи что-нибудь хорошее. Ну, давай. Ну, давай. Ну, как ты, как ты зануда, а? Какое-то, а? Так. Ну, давай, малыш. Это, это крикетбок, подожди меня. А, малыш, она будет не рада меня видеть здесь. Каусил, прячься. Каусил. 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 Боже, Брай. Что это? Что здесь происходит? Почему из твоего окна выбариваются какие-то странные предметы? Что это? Кто это сделал? Голову дай мне осечеется. Что это проделки этого сада. Я не знаю. Так его... Старался. Его здесь нет. О, нет. Поищем. Поищем. Ну, да чего ж противная, а? Ну, и что не могла меня ещё поискать в разных местах? Давай я опять спрячусь, а ты меня снова поищешь. Делать мне больше нечего. За кто ты такой, чтобы я с тобой играла? Каусил мой друг. Это я знаю. Но кроме фамилии, у тебя наверняка должно быть ещё и имя. Хулиган. Конечно. Устите меня. Устите меня. Устите меня. Устите меня. Лучше не придумали мать. Что это такое? Ну что, Василия Павел? Я в гостях вообще. Да, Ирина. Да, Ирина. Дело в том, что в детстве мы все ужасно проказничали. Но теперь я самый послушный в мире. Я спрашиваю, да или нет? Да. На любой вопрос. Всегда. Всегда можно ответить, да или нет. По-моему, это не трудно. Представь себе трудно. Вот я тебе сейчас задам простой вопрос. И ты сама в этом убедишься. Скажи, ты перестала пить? Коньяк до утра. Отвечай, да или нет. Когда перестала? Нет. Нет, нет, не перестала. Я никогда не переставал. Потому что никогда не начинала, понимаешь? Я-то понимаю, глупая женщина. А вот ты понимаешь, что не на всякий простой вопрос можно пить. Так или нет? Как ты смеешь меня учить? А вот это? Вот это, по-твоему, хорошо? Ой, 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 ой. А что, по-твоему, хорошо? Кидаться из окон тухлыми яйцами? Так тебя учили в твоей школе. А это? Это ведь просто цветок. Считай, что я тебе его подарила. Немедленно домой. О, хорошо, хорошо. Хорошо, я уйду. Карлсон, не выходи. Ну зачем вы так сердитесь? Карлсон, мой друг. Ну, разве можно его выгонять? Ну, учти, что ты прогоняешь лучшим ученика в классе. А это не по-хозяйски. Я знаю таблицу изображений. Я лучший щедоводчик в мире. Пожелки космонавтов. Ну, спокойствие, только спокойствие. Оп! Даже преступник отрывает время на прощание с дождиками. А малыш для меня... Пока, малыш! Отсюда! Ну, пока, Карлсон! Надеюсь, он прилетит сюда. Мне скоро! А-а-а-а! Сейчас. Вот видишь. Чупарфелька. Кнопка. А о чем могут думать мальчишки в наше время? Они готовы лететь на Луну только, чтобы не ходить в школу. Зачем вы его выгнали? Зачем? Ты что спрашиваешь? Меня зачем? Сегодня приезжает дядюшка Юриус. Я сделала прическу. Сходила к массажистке. И сделала маникюр. И купила новые стельки. А как же дядюшка увидит ваши новые стельки? Разве я сказала, что их кто-нибудь купит? Во всяком случае, чувствуешь себя уверенно. Когда знаешь, что у тебя, сынок, до головы в порядке. Ну, пойду готовить. Я думаю, дядюшка будет очарован моим мясным соусом. А разве дядюшка любит мясной соус? Ему придется его любить. Это случается с каждым. Отличается один на один. С моими снами. Мама. Малыш придет. А что тут нужно твоему дядюшке? Зачем он приезжает? Ему нужно показаться врачу. У него по утрам онемение всего тела. А не менее тела. Ух! 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 Лога, лога, лога. Харлсон! Моя рука. Все, дядя. Ну, раз можно над этим смеяться? Да ты даже не представляешь, как твоему дядюшке повезло. Повезло, что он так болен? Повезло, что о его болезни узнал я. Ты знаешь, кто лучший в мире доктор? Доктор Хаус? Профессор Харлсон. Ха, Харлсон. Для того, чтобы дядюшка запрыгал как он, существует три процедуры. Какие процедуры? Больной с онемением тела. Пожалуйста. Первая процедура. Больной руки. Ха, Харлсон. Щекотание. Пувыркание. Пувыркание. Мордокривляние. Подушка. Прибивание. Почему никому доказать я не могу, что у меня лучший друг? Озорник и чудак, да умный летать, мастак! Это так! Я не вру! Он не врет! Там где никогда, ни в той на пляж, мы с другом идем, там мы будем летать, и нас не поймать, когда мы вдвоем. Только вдвоем! Картон! Картон! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Молодыш, педи носочек! Почему? Мне перец я равно! Это ты сочинил! Сочинил! Ведь летать, как в кино, человеку не дано! Каждый мне! Говорил! Говорил! Там где никогда, никто не гулял, мы с другом идем! Там можем летать, и нас не поймать, когда мы вдвоем! Малыш, полетели! У-у-у! Говорил! Держись! Подружка, приливание! Ух ты, малыш! Какой у тебя пистик! Малыш, а я совсем забыл, я совсем забыл! У меня же сегодня день рождения, да? Ведь сегодняшний длинный день у меня день рождения, и мне никто не сказал с днём рождения, дорогой Карлсон. Мой лучший друг на свете. Карлсон, как у тебя может быть день рождения сегодня, если у тебя день рождения в июне? Ах, да. Ну а почему день рождения должен быть всегда в один и тот же день? Это скучно. Когда в зимнее столько других замечательных дней, да? Что, вы против, что? Да. Вы против? Да. Ты тоже против, да? Как они? Нет, я только за. Вот, а он не против. У тебя будет день рождения, когда ты только захочешь. Да. Тогда прошу дать мне мои подарки. Карлсон? Да. Открой рот, закрой глаза. С днём рождения, Карлсон. Малыш, ну это что такое? Подушка какая-то. Зачем он мне подушка нужна? Возьми, да? Возьми, я обеялись вам. Ну что ты мне вот вдаёшься? С днём рождения. Извините. С днём рождения. Давай. It's a bad. Извините. Днём рождения. Пусть он, с днём рождения. Харлсон! Давай! Давай! Держи! О, малыш, давай! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Давай! Закрой глаза! Закрой глаза! Так... Харлсон! Я тебя поздравляю с днём рождения! Это тебе! Ха-ха-ха! 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 Ах, ты, малыш! Ты мой самый лучший друг на свете! И ещё как! А давайте поиграем в игру! Кто увидит пистолет, тот затыкает уши! Готовы? Все готовы? Да! Заткнули уши! А пистолета ещё нет! Пистолета нет? Я не знаю, чего они заткнули уши! Ха-ха-ха! Открывайте уши, открывайте! Открываем! Итак, когда увидим пистолет, затыкаем уши! Раз! Два! Три! Ха-ха-ха! Давайте! Раз! Два! Три! А-а-а! Закрываем! Молодцы! Значит бабахает, да? Ещё как! Давай проверим! А-а-а! Подожди! На кухне фрэкин-блок! Фрэкин... Чпок! Ха-ха-ха! Фрэкин-цпок! А-а-а! Малыш, за мной! Чпок! 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 А-а-а! Чпок! Закрываем! А-а-а! 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 Кого так пахнет, да? Ха-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х! Ха-х-х-х! А-а-а! Да! Это фирменный соус фрэкин-блок! Вы знаете как он пахнет, да? Ха-х-х-х-х-х-х-х! Ха-х-х-х-х! О! Она идёт сюда! Прячемся, малыш! Тихо, 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 тихо. Ксикер! Когда его я вижу, я не могу не петь. Когда его я слышу, тогда хочу лететь. Мечтаю стать я птицей и оба лишних руках. И с ветром носить в весенних небесах. Ах, невозможно мне летать из него, когда он там, от меня далеко. Но все проходит и сердце поет. Счастье плакать настает. Надеюсь, дядюшка Юс будет в Востоке от моего мясного соуса. Пламенный привет трудовому народу! Помощь нужна, хозяйка! Ох, невозможно год-то, заболела ручка! Тихо, тихо господинга, ох, ги, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я могу смотреть, только нужно соблюдать одну маленькую осторожность. Ты, конечно, не красотка, но и к тебе можно привыкнуть. Убирайся! Убирайся отсюда, вон! Давай, выгони меня! Начинаем украшение! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА